И это вопрос довольно важный, потому что, когда мы что-то начинаем делать, за что-то берём сюда, мы, как правило, всегда имеем с собой какую-то цель, для чего мы делаем. Когда изучаем Москву, мы, конечно, тоже имеем какую-то цель. Но важность изучения Москвы, она даже подраздна тем, что пример воспроведения из 1994 года был включён в школьную программу, были написаны учебники о воспроведении разных факторов. Ну, насколько я понимаю, сейчас этот пример несколько задривали, уже в школьном порядке не проходит, а как результатив. Но всё равно для желающих до сих пор этот пример можно изучать. Это его интересует. Конечно же, прежде всего, что там и говорили, о носквоведении, где-то подмечать какие-то точки того, как математики, от русского языка, от физики. Это всё-таки больше с этим, конечно, не че. Назвать его навыкой как-то сложновато, но, хотя, конечно, можно и не найти какой-то элемент науки. С другой стороны, любой предмет имеет два уровня – любительский и профессиональный. То есть и та же астрономия, и та же ботаника, и та же физика. И если возьмём любительский уровень, то здесь, фактически, московедение встаёт в роли другими другими науками. Ну, конечно, если мы уже говорим о профессиональном уровне, то, да, здесь, наверное, как-то говорить о какой-то научности и изучении Москвы, может быть, особенно и не приходит. Тем более, что, вообще-то, и в вузах, и в академиях в таком научном смысле могут быть. Ну, почему же всё-таки не изучая Москву? Ну, во-первых, это интересно. Вот, всё начинается именно с идеи. Когда мы что-то видим вокруг, нас это интересно. А куда это пошло? Что это такое? И так далее. Это вполне нормально. В человеке заложено в таком-нибудь поднаре. И вполне логично и нормально, когда человек познаёт окружающее пространство, тот город, в котором он живёт. Если человек живёт в Москве, неважно, даже там родился он, там, или приехал, и так далее, то вполне нормально и правильно было бы. Как-то, ну, хотя бы основные сведения об этом городе имеют. И очень печально, когда человек даже не знает, какая соседняя улица рядом с ним, откуда, что произошло и так далее. Как рассказал Анатолий Луначарский, каждый должен знать основу технорумской технической. Наверное, не лишне, конечно, знать в этом виду то место, в котором мы живём. И очень печально бывает, когда люди часто едут в какие-то заморские дальние страны, изучают их, интересуются им. А иногда бриллианты, даже можно сказать, какие-то отличнейшие, интереснейшие объекты. Так вот находится буквально вот рядом в нескольких минутах один или там в часе везли от дома. Даже не знаю. То есть едут куда-то далеко, грабят большие деньги, время. А то, что рядом, почему-то остаётся без какого-то внимания. И, вот, это, конечно, очень странно. И, как гласит китайская пословица, всякая дорога начинает со своего дома. И надо сначала, мне кажется, учить то, что находится рядом, вокруг человека, а потом уже, да, может быть, имеет смысл брать интересы или просто для расширения эквазора куда-то и подальше. Поэтому в 95% случаев, может быть, даже и больше 90%, всё начинается, да, именно с интереса. И, в общем, во многом, часто знают, где заканчиваются. То есть интерес, любопытство, которое в человеке заложено, по многому является побудительным отзывом к изучению Москвы. Но есть, конечно, другие мотивы. Во-первых, скажем так, еще скажем, что изучение Москвы – это полезно. Полезно в практике. Потому что часто бывает так, что человеку надо как-то прийти в доступ. Нужно найти какую-то еду. Нужно съездить куда-то, по какому-то маршруту, в какое-то место. И, конечно, когда человек знает Москву хорошо, когда она у него в голове, то, естественно, ему это плохо. У него уже вырисовывается маршрут, ему как-то всё это довольно понятно. Как туда доехать, где ему находиться, объяснять не нужно. Понятно, что нынешние советские времена, вверх интернета, и проложить маршрут, на самом деле, по мобильному телефону, через планшет, через компьютер, не оставлять никакого труда. Это всё довольно легко. Это не то, что там в советское время, когда таксистов, да, большое устраивание на знание Москвы. Если человек Москву не знает, такси не правит. Ну, как-то человек будет везти, будет говорить, куда-сюда, а он там, не пыскать. То легко, да, там, где там что-то могло. Вот, конечно, сейчас это равная линия. Опять же, навигаторы есть в машинах. Всё это понятно. Но и сравним. Даже сейчас, когда в голове носит карта Москвы, хорошее знание мест, конечно, это, в любом случае, практически не стоит. Кроме того, это помогает и при, скажем так, бывают такие ситуации, когда какие-то люди спрашивают, как противника твоей лёгкой лица, как найти какой-то адрес. Это часто бывает, да, в городе. Люди всем будут знать. И когда к тебе обращаются и говорят, «Можешь помочь человеку? Помочь замиженому?» Это очень хорошо. Это, мне кажется, большой, добрый день. Не обязательно помогать, какими-то материальными предметами, с деньгами. Ну да, бывает помощь. Какая-то вот такая сплит бесправка. И это очень важно в таком большом городе, как Москва. Ну и вообще надо сказать, что знание Москвы, не книжное, а часто даже вот такое практическое знание, да, книжное тоже неплохо. Оно помогает и от коммуникации вообще. То есть, когда люди всё-таки знают хорошо Москву, им легче общаться. Потому что они там предназначены, мы всё равно разговоры затрагиваем тему Москвы, затрагиваем тельные объекты. И, конечно, когда человек имеет о них какое-то представление, знает их историю. Понятное дело, что общение, оно более интересное, более веселое, более продуктивное. Ну, с точки зрения даже поддержать разговоры, просто пообщаться. Ну, это всё тоже изучение Москвы-то. Потом, конечно, важно ещё изучать Москву, потому что, для того, чтобы сделать его как-то лучше, комфортно. Потому что, когда мы смотрим, что было раньше, что сейчас, как нас поединили, мы можем понять, что хорошо, как это лучше всё идёт Москвы, что ещё надо добавить, и, наоборот, соответственно, что было сделано неправильно, вот, да, как не дошивки, соответственно, всё уже больше не повторяло. Это тоже не мало важно, но мы, в большей степени, это относится всё-таки власть поддержачим, потому что народ, к сожалению, ну, не очень активно участвует, объективно говоря, ну, тех или иных принятий решений, подтверждены объекты в Москве и так далее. Вот, хотя есть платформа «Активный гражданин», но всё-таки не каждый там есть или не каждый участвует на ней, ну, и, опять же, там не всё, как бывает, чисто, могут быть, есть и накрутки определённые, поэтому, в любом случае, конечно, решение принимается правительством, как правило, но всё равно какую-то лепту, скажу, благоупрошение города и его развитие, я думаю, что любой человек попробует думать. И, по крайней мере, судить о том, что в дальнейшем делать правильно. Ну и, наконец, наверное, последнее, вот по моим исправлениям, это самое важное. То есть, конечно, я, понятно, интерес, любопытство, какая-то коммуникация, это всё очень хорошо, но мне кажется, что самое главное, для чего научать Москву, это для того, чтобы помнить тех людей, которые её создавали и создали их. Тех людей, которые были, можно сказать, вот конструкторами Москвы, которые, действительно, создавали такую, какую мы сейчас видим, это архитекты, это и врачи, это и какие-то скульптуры, это зенители, и так далее, метроссорицы. Ну, много рабочих, так сказать, разных специалистов. Самые разные люди. но именно те, для которых Москва, вот сейчас видим, для того, как она. И именно вот эти люди, они, собственно, являются, можно сказать, иконой Москвы, они являются гордостью Москвы, и являются для нас наиболее таким вот хорошим, правильным примером, примером для подражания. Потому что, когда мы вспоминаем этих людей, которые создавали Москву, которые много делали, мы, тем самым, имеем правильный ориентир для подражания. И мы можем стать, в один ряд с ним, своим другому, то ли Москве, либо он и не работает. Мы можем, соответственно, тоже, писать свое имя вредность Москвы, ну, или во всяком случае, как говорится, делать что-то доброе, что-то хорошее для нашего города и для его жителей. Потому что, самое главное, это все-таки в городе не камни, не какая-то там, может быть, территория, район и так далее. Само главное, люди, которые живут, живут в нашем городе, которые говорят в его истории. И правление на этих людей, и память о них, для нас именно важна, в плане того, что мы имеем образец, как нам надо жить правильно, кому нам надо подражать, никого там нет. Но и, скажем так, потому что, вот это самые, можно сказать, главные люди. Да? То есть это не то, что они какие-нибудь там, допустим, людей, какие-то инъясы, которые надевали, не всякие там, может быть, или там, какой-то, терпесный плантон, или, тем более, нехорошие люди, которые существуют такие-то, а главное, это именно вот эти вот Созидатели, которые внесли большой вклад в историю Москвы. И помнили, нам будет. Но, если мы возьмем, с точки зрения, загробный жизнь, если мы верим в то, что будет Рай, и что, как вот, по-крестьянски, на чей-то, будет царский невестно ожидать тех, кто хорошо и по-божеству проживает, то мы верим, и уверен в том, что мы через память об этих людях, которые жили за нас, и которые творили, мы соединимся с ними там. То есть, вспоминая их, вспоминая их другие других людей, там, Ромоносов, Пушкин, Вермонтова, Тюльчева, да, и многих-многих других людей. Мы верим в то, что, вспоминая их память, стараясь подражать их жизнь. Сказав они хорошие слова, и прежде полюбили, мы и там будем с ними царским невестным приступать в любом, в другом состоянии. Вот что важно. Понятно, что мы не можем ни в нем уверены, что там все люди, они находятся в царском мире. Но мы на это надеемся. Нам этого хотелось, и любовь может быть много. И если мы будем их вспоминать о бывшей жизни, и как мы отвечаем, и сами стараться их подражать, убить их, то есть большая надежда, что наша вера в это вещество будет и она будет нечестна, и все будет оправдан и осуществляет. Вот такие цели изучения Москвы и государства. С вами был Андрей Кусин. До новых встреч. До новых встреч.